Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Именно так 22 июня в 1941 году по всем радиостанциям объявили о начале Великой Отечественной войны. Мужчин призвали на фронт, женщины и дети остались ковать победу в тылу. Немало фронтовиков было и среди якутян. В их честь на площади победы зажгли вечный огонь, а сотни меринцев пришли почтить память павших героев. Мы всегда будем в долгу перед теми, кто защищал нашу отчизну на полях сражений, кто самоотверженно работал в тылу. Мы скорбим и чтим память о павших. Склоняем свои головы перед нашими ветеранами. Глава города объявил минуту молчания. Затем руководители городской и районной администрации, представители Алроса и профсоюза профалмаз возложили цветы к мемориалу, где хранится священная земля городов-героев. Зажжённые свечи и красные гвоздики принесли к монументу и многие горожане. К участникам акции обратился священник Свято-Троицкого храма. Юбилейные даты одна за одной меняются. И важно, чтобы память не оскудевала. И наоборот, с годами бы осознание, понимание и необходимость сохранения мира было не только в нас, но и в наших детях. А это в наших силах не только научить детей помнить, но и научить детей молиться в упокоении всех тех, кто жизнь свою отдал за то, чтобы сейчас у нас мирное небо над головой было. Отец Михаил провёл молебен об упокоении всех почивших воинов. К собравшимся на митинге обратился председатель Совета ветеранов Миринского района Николай Кулажин. Помнить о великом подвиге народа призвали и представители молодёжной организации «Моё поколение». А песни, прозвучавшие у вечного огня, были посвящены самоотверженности солдат советской армии. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, Поднимались в Атадор и рвали над Богом мосты. Нас не нужно жалеть. 22 июня – трагическая дата, но именно она всегда останется в памяти, как событие, свидетельствующее о мужестве и стойкости советского народа.